Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Из всех гаджетов для автомобиля, которые я бы очень хотел видеть у себя, но пока никак не могу найти оптимального решения, видеорегистратор находится на первом месте. Именно такого беспристрастного электронного помощника, следящего за дорогой, иногда очень не хватает. И не только для фиксации дорожных событий, но и для разговоров с полицией. Однако городить огород на лобовом стекле мне очень бы не хотелось и как минимум по двум причинам. Во-первых, что бы ни находилось на лобовом стекле и где бы это ни находилось, водитель теряет часть обзора, что в целом небезопасно. А во-вторых, это необходимость что-то постоянно крепить на стекло перед поездкой и, соответственно, снимать после. Нет, конечно, можно этого и не делать, но тогда есть высокая вероятность того, что в одно прекрасное утро вы можете лишиться не только видеорегистратора, но, например, и бокового стекла. Гаджет, который я обнаружил в машине одного из своих друзей, очень импонирует мне именно тем, что является, по сути, полноценным внутрисалонным зеркалом с функцией встроенного видеорегистратора и крепится на штатное место. Именно такой вариант установки разом решает все перечисленные проблемы, ведь единожды установив и настроив такое зеркало, можно вообще о нем не думать и, покидая машину, не бояться, что оно приглянется к какому-нибудь лицу без определенного места жительства. Называется эта штука DVR Mirror и продается через одноименный сайт. Мой друг заплатил за него 16 тысяч рублей, что, в общем-то, недешево. Давайте же посмотрим, на что эта штука способна. Как я уже говорил, устройство представляет из себя внутрисалонное зеркало, в левой части которого расположен дисплей с диагональю 4,3 дюйма и разрешением в 400 на 234 точки. Примерно такое же впечатление производит экран автомобильного навигатора аналогичной диагонали. И хотя разрешение не очень высокое, ничего сверхъестественного от него и не требуется. По сути, задача такого экрана сделать первоначальные настройки, правильно скадрировать картинку и убедиться в том, что началась запись. Если же на дороге, не дай бог, что-то произойдет, с помощью этого экрана можно быстро посмотреть, собственно, что произошло, кто прав, а кто виноват. Но детально рассматривать картинку лучше всего, вытащив карточку microSD и запустив изображение на большом компьютере. С фронтальной части гаджета расположен объектив основной камеры, вынесенный на несколько сантиметров на поворотном кронштейне. Сделано это для того, чтобы водитель после того, как настроит зеркало под себя, смог направить объектив камеры туда, куда нужно. Кроме этого, постоянно ведется запись звука того, что происходит в салоне, а справа от объектива расположена решетка динамика. Еще одной интересной фишкой устройства является наличие дополнительного видео-входа для подключения второй камеры для скрытой установки внутри салона, например, для записи автоинспектора, стоящего напротив окна или того, что происходит на заднем сидении. На самом зеркале расположена всего лишь одна кнопка, с помощью которой можно выбрать, будет ли экран работать постоянно или же выключен во время движения, а все настройки производятся с помощью идущего в комплекте пульта дистанционного управления, состоящего из семи кнопок. Этот же второй видео-вход можно использовать и для подключения камеры заднего вида, и тогда внутрисалонное зеркало превращается в парковочного ассистента, записывающего то, что происходит позади автомобиля. После установки и первоначальной настройки гаджета зеркало начинает работать в полностью автоматическом режиме, то есть после запуска двигателя сразу появляется заставка, и через несколько секунд, после того, как система готова к работе, начинается запись. Экран можно и выключить, для этого в настройках есть установки интервала, после которого он будет гаснуть 15, 30, либо 45 секунд. Переходим к аппаратной начинке. Устройство использует двухмегапиксельный сенсор, который умеет записывать HD-видео с разрешением 720p и частотой 30 кадров в секунду. Характеристики прямо так, скажем, не впечатляющие, однако спасти ситуацию признана технология HD-SDI Profi, про которую на сайте разработчиков написано примерно следующее. Цифровый последовательный интерфейс HD-SDI Profi передает изображение 720p при двухмегапиксельном разрешении и скорости передачи данных до 1,485 гигабитов в секунду. Это в разы превосходит устаревшие аналоговые разрешения и, кроме этого, отсутствует разделение видеопотоков на пакеты, что влияет на скорость передачи сигнала. Не совсем понял насчет устаревших аналоговых разрешений, но вот хорошая скорость потока действительно может существенно повлиять на качество картинки. Ну а для того, чтобы нам с вами посмотреть на качество записи, я попросил у своего товарища карточку памяти и скопировал с нее несколько файлов. На самом деле, качество картинки находится на среднем уровне, и хотя аппарат хорошо справляется с перепадами освещения, мгновенно отрабатывая засветки, качество детализации могло бы быть и лучше. Зато в ночное время все более или менее ровно, и при наличии внешнего освещения, например, собственных фар, можно получить достаточно полную картину происходящего. Как я уже говорил, система ведет запись на карточке памяти microSD максимальной емкостью до 32 гигабайтов. Длительность каждого файла можно устанавливать в настройках, и она предполагается либо одну, либо две, либо пять минут. Сразу после завершения записи одного фрагмента начинает писаться новый, и так по циклу до полного заполнения карточки. Если же свободное пространство закончилось, начинает затираться самый старый файл, и так опять же до бесконечности. Также стоит отметить, что записываться картинка может одновременно с двух камер, при этом запись идет в два независимых файла. Также удобно то, что информацию с карточки можно вытащить и сразу же перекинуть на компьютер без дополнительной конвертации и без установки какого-либо специального программного обеспечения. С помощью пульта можно переключаться прямо во время записи между всеми камерами, подключенными к системе, либо выводить изображение в режиме картинка в картинке. В таком варианте можно на экране видеть сразу то, что происходит перед машиной, и то, что происходит в салоне. Вообще, мне кажется, что такие опции очень удобны для служебных автомобилей, курьеров или, например, такси. Ведь все настройки можно один раз выставить в пульт, а потом вообще убрать пульт в сторону. И система будет делать все по циклу и автоматически. В случае же возникновения конфликтных ситуаций, спорных моментов или аварий, у руководства такой компании всегда будет возможность позже посмотреть на картинку со стороны. Из недостатков я бы отметил не самое высокое разрешение и достаточно высокую стоимость. Хотя, как посмотреть? Ведь, в конце концов, это не только видеорегистратор, но, например, еще и монитор для камеры заднего вида. Также стоит учитывать, что такое зеркало может подойти не каждой машине. На том же самом сайте есть довольно внушительный список из множества марок. Но список этот, к сожалению, не бесконечен. Так что даже при большом желании можно столкнуться с объективными трудностями. Однако, мой товарищ, на провокационный вопрос о том, поменял ли бы он такой гаджет обратно на деньги, сказал нет. Ему нравится такая скрытая установка автоматической системы фиксации, которая позволяет ему чувствовать себя за рулем гораздо увереннее. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok